Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы продолжим сейчас разговор о Евангелии от Матфея и обратимся к 24 главе этого Евангелия. 24 глава содержит лишь часть того, что Матфей предлагает читателю как довольно пространный разговор Господа Иисуса с учениками, но зато это часть, которая практически слово в слово параллельно тому, как рассказывают об этом событии Марк и Лука. Это беседа на горе Елеонской. Дальше, в 25 главе, мы увидим продолжение этой беседы и притчи, которые Господь предлагает своим ученикам здесь, в изложении Матфея, которые отсутствуют у Марка и Луки. Итак, 24 глава, беседа на горе Елеонской, беседа о ближайшем или неближайшем будущем. О том, что будет после вот этих дней. Напомню, что по изложению евангелистов этот разговор происходит где-то после входа Господня в Иерусалим и совсем недолго до смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Теперь тоже нельзя не заметить, что существует множество очень противоречивых попыток толкования этой беседы и попыток, скажем так, датировки ее содержания. В общем, довольно понятно, что, да, окончательную форму этот рассказ у всех евангелистов, у каждого из евангелистов, которые его приводят, вероятнее всего, приобретает уже в середине столетия, хотя, по мнению большинства историков и Марк, и Лука, а возможно, что и Матфей тоже, к 70-му году, к году разрушения Иерусалима, уже погибли. Но, повторяю, тем не менее, очень много самых разных толкователей, самых разных, так сказать, течений пытаются убедить нас, что рассказ написан после 70-го года, что это никакое не пророчество, а обреченная в такую форму история о том, что уже произошло. И поэтому люди часто говорят, что вот только после 70-го года уже редакторы, не сами Матфей, там, Марк, Лука или авторы Страстного рассказа, которым скорее был Марк, а какие-то чуть более поздние, боговдохновенные редакторы так одинаково, почти не отличающиеся друг от друга рассказы, включили в эти самые ранние Евангелия. Ну, просто потому, что трудно поверить... Ну, трудно поверить, вот, собственно, и всё, в то, что такое пророчество подробное вообще возможно. Да, действительно, многие события здесь описаны прямо-таки очевидцем, так, как их описал бы очевидец. Да, действительно, окончательную форму эти тексты ещё подвергались позже, и редактура, вероятно, продолжалась, по крайней мере, до конца первого столетия, более или менее значительной, скорее, менее значительной, но всё-таки. И тем не менее, разговор о выборе, который совершают люди, и о том, что происходит с ними, с человечеством, с этим миром, в результате этого выбора, очень естественным образом вписываются именно сюда, именно в этот контекст разговора Иисуса со своими учениками незадолго до страстей. И да, пророчества, которые произносятся на горе Елеонской, очевидным совершенно образом двоятся, потому что они явно могут быть отнесены к разрушению Иерусалима и храма, и, в общем, точно так же могут быть отнесены и к истории человечества в целом. Знаете, мне попадались, в конце концов, чрезвычайно странные толкования, где люди договариваются до того, что вот не произошёл же конец света, значит, Иисус говорил о разрушении храма или вообще ошибался, был в плену каких-то своих стереотипов. Но на самом деле, если внимательно читать это слово, то можно увидеть, как в самом деле это оказывается рассказом о том, что происходит с нами всегда, постоянно, в любую эпоху. Начинается разговор с того, что ученики с горы показывают Господу на архитектурный комплекс Иерусалимского храма, вот, и хотят провести ему такую своеобразную экскурсию, какие вот тут величественные здания. На что Господь не только не заинтересовался этими архитектурными красотами, что, в общем, тоже довольно естественно за несколько дней до ареста и казни, да, но он и вообще отвергает это, как что-то имеющее значение, говорит, здесь камня о камне не останется, ни это, ни здесь происходит, так сказать, драма отношений между Богом и человеком, ни здесь Царство Небесное, здесь вообще не останется камня на камне. И вот ученики его спрашивают, объясни, расскажи нам, когда это будет, каковы признаки. Отчасти, конечно же, они начитались разных сборников мессианских пророчеств, которых существовало множество, в разных иудейских течениях составленных, и там, в общем, были разные вещи, и поэтому где-то там приводились расчеты в соответствии с книгой Даниила, где-то в соответствии с какими-нибудь апокрифическими ветхозаветными книгами, вроде книги юбилеев или других приводились разнообразные признаки того, что вот когда вы увидите, что пойдет такая империя, иссякая империя, вот тогда, значит, приближается это самое время. Мы подробно можем видеть, как это происходит в головах людей, читая Апокалипсис, там, в общем, очень похожий контекст, конечно же. И вот ученики поэтому спрашивают у Иисуса, а как, каковы на самом деле признаки того, что это происходит, потому что что-то они видят, а что-то нет. Помните, как про Иоанна Крестителя о нем спрашивают, как же так, вроде Илья должен прийти, про Иоанна Крестителя и самого Иисуса. А где, так сказать, обещанный Илья? Так и здесь. Каковы признаки кончины века, твоего пришествия, того, что это действительно ты? И, пожалуй, для читателя важно следующее здесь увидеть. Во-первых, Господь не отвечает на вопрос о конкретных признаках и говорит такие вещи, которые всегда бывают. Он говорит, вот там, воины и военные слухи. Ну, если мы включим с вами телевизор, то мы тоже увидим воины и военные слухи. Голод, землетрясение по местам, мор пойдет народ на народ, царство на царство. То есть все то, что происходит всегда, в любое время, это не специфический какой-то признак, знаете, как падение метеорита на Юкатане было признаком вымирания динозавров. Ну, и такое, в общем, довольно уникальное событие в истории Земли. Нет, Господь говорит о том, что всегда с нами. И получается, что именно то, что всегда с нами, делает каждый день жизни человечества, истории человечества апокалипсисом. Каждый день последний, каждый день, когда ты выбираешь, когда ты совершаешь этот выбор. Вот, собственно, такова логика того, что говорит здесь Господь своим ученикам. И он говорит о том, что когда встреча с Богом происходит, когда человек выбирает поднять глаза к небу и посмотреть на Бога, как молния от края неба до края неба. Здесь не нужны уже никакие признанники, никакие сомнения. Это внутренняя убедительность встречи с Богом, которая действительно наполняет человеческое сердце жизнью. теперь заметим так же, что Господь говорит о том, что еще вокруг этого, вокруг этой темы будет множество разной лжи, потому что людям будет хотеться назначить точную дату, а потом искать объяснение, почему и в эту точную дату этого не произошло. придут лжепророки, чтобы прельстить многих, говорит Господь своим ученикам. Поэтому тоже, в общем, ничего удивительного. Эта волнующая тема волнует нас потому, что мы так представляем свое существование во времени, а увидеть себя перед Богом во всей красе, так сказать, сегодня, очень бывает нелегко и даже страшно. Еще один чрезвычайно важный момент это то, что Господь говорит по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Это действительно битва, которую мы ведем каждый день. Не к концу времен, потому что вот это самое охладевание любви по причине умножения беззакония, это тоже, я бы сказал, то, что мы можем констатировать, глядя в зеркало, в первую очередь. Наконец он говорит своим ученикам, что через это все надо пройти. Претерпевший до конца спасется не только слово о том, что если ты все, наконец, вытерпишь, сжав зубы, то все будет хорошо, но важно, что Господь говорит о необходимости для нас пройти этим путем к Богу, да, через все тяготы земного мира, которые сами же мы устраиваем, сами мы же отравляем. Наконец тоже нельзя не обратить внимание здесь на слова Христа проповедано будет сие Евангелие Царства по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Порой христиане, я бы сказал, излишне буквально понимают эти слова, стараясь перевести Евангелие на все существующие на белом свете языки и дойти до каждого самого крошечного народа численностью в 15 человек, чтобы, ну, вот точно так же в той же логике делось это в воле фарисеи, научить соблюдать Тору две трети народа Божьего, и тогда придет Мессия. Так мы порой думаем, что вот мы сейчас все народы в каких-нибудь джунглях изловим, проповедуем там Евангелие, и тогда придет конец. Но я думаю, что для читателя Матфея, и, вероятно, для самого Матфея, гораздо важнее была не столько интенция дойти до всех народов, они еще и знать не знали о существовании множества народов, которых к тому времени еще просто не было. Но то, что Господь говорит о возможности для любого человека обратиться к Богу, о возможности человечеству с точки зрения того, что говорит Иисус, необходимо, должна быть дана эта возможность услышать Евангелие, услышать о Боге. Вот быть, что значит быть проповеданной Евангелией. Это не значит заставить всех, как один из детьми, стройными рядами, внешне без понимания или под действием насилия и давления, принять православие, как какие-нибудь отдельные народы, которые загоняли в речку огнем и мечом. Это не значит быть проповеданной Евангелией, от них нет. Нет. Возможность у любого человека, по крайней мере, наша ответственность сейчас, тех людей, наша ответственность людей, которые живут после смерти, воскресения Христовых, стараться, чтобы это свидетельство было доступно людям, доступно людям. И это тоже, на самом деле, очень серьезная вещь в этом разговоре о конце, потому что Иисус как бы переводит внимание своих учеников с того, что будет падать с неба или при какой температуре будет взрываться там Сириус, что, вообще говоря, не так важно, с того, что действительно является нашей ответственностью принести свидетельство о Христе, дать людям шанс, дать людям возможность. Не выкручивать руки, повторяю, а дать свободу услышать Бога и найти Его. Вот, собственно, может быть, одно из самых важных вообще в этом всем разговоре 24 главы. И да, действительно, Господь говорит здесь о мерзости запустения, то есть, о языческом попрании Иерусалимского храма. Но дело, собственно, знаете ли, не в том, что, как некоторые толкователи говорят, это произошло в 70-м году и не могло быть предсказано Иисусом заранее? Нет. На самом деле, это произошло почти за столетие до вот этого разговора на горе Елеске, когда Помпей вошел в Иерусалимский храм и, соответственно, присутствие язычников, святых, вот и стало этой самой мерзостью запустение. Поэтому, если привязываться к конкретному моменту, то мы имеем право думать, что речь идет не только о 70-м годе о разрушении Иерусалимского храма, но и о осквернении его тем же самым Помпеем. И на самом деле совсем не очевидно, о чем же все-таки здесь идет речь. Гораздо важнее вот что. Господь говорит своим ученикам о том, что у них есть возможность не быть пассивными участниками этих событий. По крайней мере, для Иерусалимской христианской общины вот звучат эти слова, находящиеся в Иудее, в тот момент бегут в горы и молитесь, чтобы тяготы, скорбь и ужасы этих дней были меньше, чтобы не случилось ваше бегство там зимой или в субботу. Он предлагает своим ученикам не просто в ужасе ждать, когда же наконец грянет эта кончина мира. Он предлагает им и об этом тоже диалог с Богом, что на самом деле, конечно, тоже удивительная совершенно вещь. Поэтому он говорит им, вот я вас предупредил, когда вам будут говорить, что вон там конец времен или здесь конец времен, не ходите никуда, поднимите глаза к небу и вот вы увидите, как молния от края неба до края неба приход Сына Человеческого. Значит, конец времен, в котором мы живем, для нас может быть не только таким пароксизмом ужаса, но моментом, когда мы действительно руками, ногами и зубами за Бога держимся. И дальше Господь говорит о выборе. Собственно, знаете, я бы сказал, что то, как он рассказывает здесь о конце времен и, в общем, то, как рассказывает об этом Иоанн в апокалипсисе, это больше разговор о последствиях выбора, который оказывается для людей необратимым. Ты выбираешь Бога или нет. И здесь невозможно шататься в ту или другую сторону бесконечно. Это, на самом деле, конечно, пугающая вещь, но все-таки очень-очень важная. И поэтому вот Господь говорит о том, что будет этот день, восплачут племена земные, увидят Сына Человеческого, и Он пошлет ангелов своих собирать результаты, плоды того, что Бог о Себе открыл людям и того, что мы с вами выбрали. И еще в 24-й главе Он говорит самочникам о том, что на самом деле да никто не знает этого времени, это бессмысленно пытаться предсказать. Поэтому бодрствуйте, бодрствуйте, живите так, как будто вот сегодняшний ваш нравственный выбор это и есть окончательный выбор жизни или смерти перед лицом Бога. И тоже, в общем, это может быть самое необходимое, что есть в этой главе. Дальше, собственно, с 45-го стиха главы и в 25-й главе Господь притчами пытается объяснить своим ученикам о том, что вот как этот управитель, которого господин поставил над ровами и ушел, и невозможно в притче Христа невозможно много лет бражничать, а потом накануне возвращения господина вдруг стать добрым, накормить всех рабов и там исполнить все, что тебе было порочно. Ты либо это делаешь сегодня и каждый день, либо окажешься пойманным за неисполнением заповеди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!